МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Блокада в лицах. Четверым бобручанам вручили почетные знаки. По радио передавали то, что воздушная тревога. Кто удостоен награды? Сел в машину? Пристегни ремень. В республике проходит единый день безопасности дорожного движения. Самым надежным является специальное детское автокресло. Какие правила могут сохранить жизнь и здоровье? Время прощаться. В Бобруйске завершился 79-й театральный сезон. Выдался ярким, насыщенным и, я надеюсь, запоминающимся. Что ожидает зрителя впереди? А также объединение рынка, тотальная газификация и повышение прожиточного минимума. С 1 августа изменится стоимостная величина. Кого это коснется? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Домашняя атмосфера. Александр Лукашенко с официальным визитом в России. Белорусский лидер прибыл в северную столицу в четверг. Сразу после президент отправился на остров Аллах. Там вместе с Владимиром Путиным главы государств посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери, часовню. В пятницу переговоры продолжились в неформальной обстановке. Но повестка самая серьезная. Главы государства обсудили актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижении союзных проектов, тематику региональной международной безопасности. Страны реализуют ряд совместных проектов от экономики до космоса. Существенный прорыв государства сделали в противостоянии санкционному давлению, заместив многие продукты и товары своими технологиями и компетенциями. Под контролем Беларуси проходит Единый день безопасности дорожного движения. Профилактические меры направлены на пропаганду использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов. Кроме того, в связи с увеличением плотности транспортного потока на загородных дорогах в пятницу и выходные, наряды ГАИ усилят контроль за соблюдением скоростных режимов, правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов и перевозки пассажиров. Для безопасной перевозки маленьких пассажиров самым надежным является специальное детское автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма и подобранное в соответствии с весом и ростом ребенка. Инспекторы уделят повышенное внимание выявлению и отстранению от управления нетрезвых и бесправников. На карандаше также водители, мототехники и места массового отдыха. Ввод в эксплуатацию, ограничения на посещение леса и вместе против коррупции. Белорусская молодежь может поучаствовать в международном конкурсе социальной рекламы. Какие условия? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минэнерго Белоруссии и России обсудили формирование объединенного рынка электроэнергии. На встрече рассмотрели ключевые аспекты реализации союзной программы. Проект правил функционирования объекта – вопросы подготовки к подписанию межгосударственного договора. Особое внимание уделено основным направлениям взаимодействия, обеспечивающим параллельную работу энергосистем двух стран. С 1 августа в стране повышаются размеры бюджета прожиточного минимума. Новые правила будут действовать по 31 октября этого года. В среднем на душу населения он увеличится на 3,04%. Автоматически пересматриваются различные надбавки, а также отдельные социальные выплаты. В Беларуси в первом полугодии ввели в эксплуатацию 380 километров газопроводов. На сегодняшний день в республике оснащены голубым топливом все 115 городов, 118 районных центров, 85 рабочих, курортных поселков, а также более 3,5 тысяч сельских населенных пунктов и агрогородков. Ограничения на посещение лесов введены в большинстве районов Беларуси. Согласно интерактивной карте профильного ведомства, свободно посещать массивы можно только на юго-западе страны. В период лимита нельзя заезжать в рощи на машинах, проводить массовые мероприятия. Нарушителей ждет штраф от 12 до 30 базовых величин. Молодежь Беларуси может поучаствовать в международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции». Сорганизатор – генпрокуратура. Интерактив проводится в трех возрастных группах – от 10 до 15 лет, от 16 до 20 и от 21 до 25. Конкурсантам предлагается подготовить рекламу в номинациях «Лучший рисунок», «Плакат» и «Видеоролик». Принять участие могут граждане Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Жизнь в условиях смерти. Блокадникам Ленинграда вручили заслуженные награды. В торжественной обстановке в Бавруйском горисполкоме четверим жителям нашего города, которые пережили в годы Великой Отечественной войны, блокаду Ленинграда руководство города и депутатский корпус вручили почетные знаки в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «Слушали, по радио передавали то, что воздушная тревога. И мы куда? С мамой бежали. Мы только в доме с мамой были, бежали вниз в бомбоубежище». «Тяжело очень. Надо, конечно, стремиться к миру. Но я не знаю, надо, чтобы было мирно. И мы, чтобы были мирные. И даже между собой и то нужен нам мир. Потому что если не будет мира, то не будет и жизни. Память о страшных событиях жива в наших сердцах. Это единственный населенный пункт в мировой истории, который 872 дня провел во вражеской осаде. Это город непокоренных людей, беспримерного подвига его жителей, защитников Ленинграда. Вектор успеха. Одаренная бобруйчанка удостоена специальной премии президента. Несмотря на юный возраст, за плечами у Ариадны Смоловской множество достижений и наград. Одна из них – победа в Олимпиаде школьников Союзного государства, которая принесла девушке как новый опыт, так и приятный бонус – денежное вознаграждение. Достигать высоких результатов школьницы помогают поддержка близких и новые знакомства. Союзную Олимпиаду я воспринимала как испытание и как отдых. Ведь помимо новых знаний я приобрела много знакомств как и с белорусами, так и с представителями России. Сама Олимпиада прошла очень интересно, ведь мы были в городе Бресте. Мы все жили в одном здании, и мы настолько все сдружились, что я поняла главный смысл этой Олимпиады, которая не заключается в победе или в наградах, а заключается именно в сохранении этой духовной ценности и исторической общности. Конечно, я была очень рада, ведь когда за столько трудов, за столько работы тебя наградили, то есть оценили твой труд, это всегда очень радостно. Но те эмоции и те впечатления, которые я получила от Олимпиады, они, конечно, бесценны. Всего согласно распоряжению 192 студента вузов получат президентские стипендии. 28 победителей международных Олимпиад и конкурсов удостоены гранд-премий и звание лауреатов специального фонда. Более 50 учащихся курсантов и студентов и 28 педагогических работников поощрены специальными вознаграждениями. На эти цели из резервного фонда президента направлено более 500 тысяч рублей. «Газ не цвет». 79-й театральный сезон в Бобруйске подошел к концу. Необычные постановки, колоссальная работа актеров, отдача зрителя и множество насыщенных моментов. Чем запомнилась творческая декада, расскажет наша съемочная группа. В просторном зале «Аншлаг» жители пришли попрощаться с культурным уголком города на Березине. Неоновое шоу сменялось восточными танцами, хиты советского времени – современными песнями о главном, фрагменты из спектаклей «Капустником», интерактивы со зрителями зажигательной хореографией, море овации, радости и позитива. Бобруйский зритель остался в восторге. Действительно, сезон выдался ярким, с чем я поздравляю коллектив театра, поздравляю наших зрителей, поздравляю друзей театра, все те, кто любит театр, те, кто приходит сегодня здесь наслаждаться этим искусством великолепным. Девять премьерных спектаклей за сезон. Театр смог прыгнуть выше головы и удивить зрителей не только из Бобруйска, но и из других городов. Благодаря самоотдаче актеров и разнообразному репертуару, каждый поход в храм искусств превращается в маленькое приключение. Мы из Москвы. Мы всегда посвящаем, когда приезжаем. Я очень люблю эту труппу, этот театр. Очень понравилось. Спасибо большое. Почести и награды нашли каждого. Звездой вечера, безусловно, стала Жанетта Заремба. Настоящий театральный бриллиант. Зал аплодировал стоя, отдавая дань и уважение талантливой актрисе. Она трудилась на Бобруйских подмостках 53 года. Сегодня у меня последний выход на сцену. Я заканчиваю эту деятельность и собираюсь коренным образом менять образ жизни своей. Поэтому это прощальный вечер. 79-й театральный сезон, так же, как и все предыдущие, выдался ярким, насыщенным и, я надеюсь, запоминающимся. Мы по традиции обменялись гастролями с российскими городами. Мы посетили практически все регионы Беларуси. Мы приняли во второй раз участие в республиканском фестивале «Пирамога». Мы приняли участие в международном фестивале «Мартконтакт» и «Белая вежа». Для нас это заслуга и гордость для нашего театра. Мы показали своими силами около 500 спектаклей. Это и основная сцена, и малая, и выезда, и различные концерты. И еще я, конечно, хочу сказать слова благодарности всем работникам театра, кто сделал этот театральный сезон таким насыщенным, разнообразным и запоминающимся. Не за горами юбилейный 80-й сезон. Он стартует в середине сентября. Планы не менее грандиозные. Впереди зрителя ждет громкая премьера пьесы того, чье имя носит театр. Винцента Дунина Марцинкевича. А также участие в республиканском фестивале национальной драматургии. Юлия Вернер, Никита Швайковский, Максим Калинин. Бобруйск, 360. Более 23 тысяч физкультурно-спортивных сооружений, 164 стадиона, 61 манеж, 408 хоккейных коробок. Физкультура была, есть и будет неотъемлемой частью жизни страны. И, естественно, молодежи. Сколько подростков заняты в спорте? Сразу после нас зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok